Увидимся! Расположенная в районе Балаклавы Республики Крым. В ночь на 13 июня, спускаясь с вершины горы, на которую Татьяна незадолго до этого отправилась вместе со своими спутниками, она пропала при загадочных обстоятельствах. Вершина горы Куяшкая, с которой бейсеры совершили прыжок с парашютом, была последним местом, где они видели девушку. Гора Куяшкая, в переводе с Тюркского, Птичья скала, расположена к северу от урочища Бетилиман, на южном берегу Крыма, к юго-западу от Ласпинского перевала. Высота этой вершины составляет 664,3 метра. Эта скала – один из крупнейших рифов Крыма и Европы. Значительная часть этой горы покрыта соснами и можжевельником. Именно туда 12 июня 2013 года отправилась группа молодых туристов-экстремалов в составе двоих парней – Алексея из Санкт-Петербурга, Евгения из Москвы и девушки Татьяны, тоже из Санкт-Петербурга. Ребята познакомились с Татьяной около года назад в социальной сети и всего за два дня до поездки встретились с ней лично. Парни профессионально занимались экстремальными видами спорта, в том числе и прыжками с парапланом. Специально для этого отправились на скалу Кашкая, чтобы продемонстрировать Татьяне все прелести настоящего экстрима. Вечером 12 июня Татьяна с Алексеем и Евгением поднялась на скалу Куяшкая. В тот вечер ребята должны были совершить прыжок. Татьяна от прыжка отказалась. Она решила пофотографировать местный пейзаж и после этого спуститься с горы обратно до смотровой площадки над Буханой Ласпи, пока не стемнело. Ребята совершили прыжки около 19.30. Добрались до площадки и стали ждать Таню, но она так и не спустилась. В горах темнота наступает очень быстро. При себе у Татьяны был смартфон, который начал садиться еще к вечеру. Перед прыжком Алексей оставил ей свой телефон Nokia, на который были установлены Яндекс.Карты и отмечено местонахождение лагеря. Девушка должна была спуститься по тропинке и выйти к дороге. После приземления парни связались с ней по телефону. Оказалось, что Татьяна так и не успела добраться к назначенному месту до наступления темноты. В 21.00 того же вечера на страничке девушки в социальной сети появились фотографии ребят с подписями «Левые чуваки». Вероятно, написано это было в шутку. Судя по тому, что в той местности мобильная сеть практически недоступна, можно предположить, что фотографии она опубликовала еще до того, как начала спускаться. Погода была сухая и теплая. Отдельно отметим, что девушка была обута в шлепанце. Девушка бродила до двух часов ночи, находясь в зоне доступа мобильных сетей. Таня по телефону сказала, что не знает, где находится. Сказала, что слева море и что вдалеке видит два огня. Правда, подробностей того, что значит вдалеке и какого рода огни нет. Позже появилась версия, что за море она могла принять полосу тумана. Алексей сказал ей, что она развернулась так, чтобы море было справа, но потом уговорил оставаться на месте, разжечь костер и подождать до утра. Больше связи с ней не было. Утром оба телефона девушки молчали. На момент исчезновения девушка была одета в черную легкую куртку, серые джинсы и светлые шлепанцы. При себе у нее были солнцезащитные очки в белой оправе, которые лежали в тканевом чехле, смартфон, телефон Nokia с фонариком, который, как позже выяснилось, принадлежал Алексею, компактный фотоаппарат Canon, сигареты Kent и зажигалка и, возможно, некоторая сумма денег. Татьяна была худощавого телосложения. Рост ее составлял 170 см, волосы черные до плеч. В верхней части спины была цветная татуировка в виде женщины с крыльями. На запястье татуировка в виде небольшой надписи на иврите черным шрифтом. Она имела неплохую физическую подготовку, определенный спортивный опыт и адекватное психическое состояние. После того, как Таня на следующий день так и не объявилась, Женя и Алексей начали искать девушку самостоятельно. Поиски продолжались в течение всего дня. Второй телефон, который дал Тане Алексею, был в сети 13-го числа на протяжении всего дня, но не отвечал. А на следующий день, 14-го июня, когда ребята своими силами так и не смогли Татьяну обнаружить, они обратились в правоохранительные органы. По словам парней, они потратили целые сутки на поиски Татьяны. Однако у них ничего не получилось. Они и сами не очень-то знали эту местность. И только после того, как самостоятельный поиск девушки не увенчался успехом, ребята догадались обратиться за помощью в полицию. Таким образом, официальный поиск Татьяны Сидоровой начался 15-го июня. К сожалению, было упущено не только время, но и возможности. Пока у девушки работали мобильные телефоны, спасатели могли бы получить информацию о ее местонахождении и со знанием дела руководить ее передвижением по незнакомой местности. На месте событий сразу же развернулся лагерь из добровольцев и местных жителей, которые хорошо знали район и которые могли помочь в поисках Татьяны. Спасателями были собраны все сведения от опытных людей, знакомых с данной местностью о наличии расщелин, трещин, колодцев и пещер. Словом, о всех местах, в которых можно было с легкостью пройти несколько раз и ничего не заметить. Искать Татьяну вызвалось много добровольцев, но с учетом плохих погодных условий и отсутствием у многих желающих хоть какой-то нормальной физической подготовки, отбор прошли не все. На Куяш-Кая много живых камней. Это означает, что дорога может рассыпаться прямо под ногами. Так рассказала корреспонденту местной газеты волонтера Елена, принимавшую участие в поисках пропавшей Татьяны. Сорваться с этой горы проще простого, даже для опытных альпинистов. Именно для этого в созданном спасателями штабе по поиску Татьяны такие добровольцы проходили тщательный отбор. Учитывая такую особенность горы Куяш-Кая, можно предположить, что девушка могла сорваться со склона. Тогда возникает вопрос, почему же ее тело так и не нашли, учитывая, что по словам поисковиков, они прочесали уже почти всю площадь горы и предгоре. В социальной сети ВКонтакте была создана специальная группа по поиску Татьяны Сидоровой, где все желающие могли поделиться любой информацией, которая могла оказать необходимую помощь следствию, спасателям и волонтерам в поиске девушки. Также были опубликованы фотографии всех мест, где проходили поиски, где, по предположению, спасатели могла оказаться Татьяна. За время поиска россиянки лесники, военные, спасатели и добровольцы обследовали 500 гектаров горной лесной территории. Опросили около 600 человек. Особо тщательно были обследованы скальные обрывы и лес на горе Куяшкая, скальный каньон, урочище Затерянный мир, гора Кокея-Кала, район Старой Бательманской дороги, территории бывшей воинской части, куда могла забрести Татьяна. Все известные туристические маршруты по бережу Ласпи. Вместе со специалистами работала группа кинологов-волонтеров. Майор службы гражданской защиты Петр Назарук показал на карте места, где первоначально находилась Татьяна Сидорова. По сведениям ее приятелей, она почему-то пошла в обратную сторону от нужного направления. Заблудиться в этом районе сложно, потому что он довольно оживленный. Здесь много объектов и прилегающих маршрутов в туристический групп. Многие туристы, которых встречали спасатели, уже имели на руках разосланные ориентировки. По словам бывалых туристов, на горе Куяш-Кая проложено более чем 10 маршрутов. Учитывая то, что девушке пришлось спускаться в ночное время, она вполне могла выбрать неправильную тропу и заблудиться. Куяш-Кая не самый простой объект для туристов, пояснила журналистам волонтер Елена. Скорее всего, Таня не запомнила, как поднималась с ребятами и выбрала неправильную дорогу назад. У самой девушки было техническое образование и опыт различных прыжков, в том числе и с парашютом. Это означает, что физически она была хорошо подготовлена к восхождению в горы. Все это наводит на мысль о криминальном характере ее исчезновения. Однако это уже вопрос к полиции. В поисках девушки спасатели задействовали все возможные средства. Поиск долгое время не прекращали. Основная фаза поиска, согласно руководящим документам, длилась три дня. Однако спустя семь дней масштабные поиски были прекращены. Было сделано все возможное, что зависело от спасателей. Как сообщило руководство службы гражданской защиты, теперь это дело полиции. Далее этим делом стали заниматься правоохранительные органы. По факту исчезновения Татьяны Сидоровой было возбуждено уголовное дело по статье убийства и разосланной ориентировке. Правоохранители говорят, что всегда после пропажи людей открывают производство именно по этой статье. А вот волонтеры уверяют, что сделано это было для того, чтобы дать работу следователям и поскорее разобраться в деле. Друзья Татьяны активно участвовали в поисках, каждый день давали показания в полиции. Говорили, что они не могут себе простить, что оставили девушке одну. Туристы не регистрировали свою маршруту спасательных служб. В рамках следствия подробности показаний Алексея и Евгения не разглашаются. Полиция попыталась выяснить, что за красные огни видела Татьяна вдалеке в ночь перед исчезновением. И спустя некоторое время у следствия появилось несколько версий произошедшего. Своими догадками поделились также лесники и спасатели, и все, кто принимал участие в поисках. У спасателей возникли предположения, что красными точками могли быть огни в море. Ночью в горах не только темно, но и спускается густой туман. Когда девушка пошла в другую сторону, в тумане она могла не заметить на своем пути обрыв и сорвалась со скалы. Если она пошла в сторону села Резервное, то, возможно, вышла к воинской части, обнесенной колючей проволокой. Девушка могла попытаться ее обойти и там тоже сорваться со скалы. Все прилегающие скалы обследовали спасатели-альпинисты. Видимых следов или каких-нибудь улик, указывающих на присутствие здесь Татьяны, найдено не было. Работа была сильно усложнена погодными условиями, были проливные дожди и сильные туманы. Тем не менее, мы тщательно обследовали этот участок, в том числе и с привлечением вертолетов, пока ничего не удалось обнаружить. Также была обследована прибрежная территория, говорит начальник Балаклавского РОВД Владимир Живец. На поиски Татьяны дополнительно была привлечена кинологическая служба ДСААП. Кинологи с собаками проверили всю местность, начиная примерно с того места, откуда Татьяна могла свернуть в лес, говорит начальник государственной пожарно-спасательной части номер 4 Балаклавского района майор Владимир Шамиляк. Сотрудники МВД Севастополя обследовали лесной массив предгоря Кушкая под руководством опытных людсников. Каждому выдали ориентировки и дали распоряжение опрашивать всех, кого могут повстречать на пути. Но найти следы девушки так и не удалось. По словам работников лесхоза, если девушка звонила по телефону, то красными огоньками мог быть отраженный свет экрана телефона от глаз дикого кабана. Встреча с этим животным может быть опасна. Заблудившаяся туристка в панике могла бросить собежать, залезть на дерево или сразу стать жертвой дикого животного. Эта версия также тщательно проверялась. Были также версии, что этими красными огоньками, которые видела Татьяна, были стоп-фонари какой-то машины. Ведь девушка должна была выйти к дороге. Если это так, она могла уехать из Крыма и ее искали напрасно. Но в таком случае, добравшись до цивилизации, она должна была узнать, что ее ищут и подать какой-то знак о том, что она жива. Как прокомментировала пресс-служба МВД в Севастополе, в поисках пропавшей девушки приняли участие более 60 правоохранителей. Розыскные мероприятия начались с того момента, где ее в последний раз видели. На данный момент площадь розыска составила более 500 гектаров, а пограничники обследовали еще и прибрежную полосу. Также дополнительно были опрошены отдыхающие жители ближайших поселков. К сожалению, поиски не принесли никаких результатов. Самое обидное, говорит мать Татьяны, что спустя два месяца дело так и не сдвинулось с места. Мать девушки считает, что Алексей, инструктор по парапланеризму и негласный лидер группы, обладает гораздо больше информации, чем та, которую он сообщил на следствии. Мать Татьяны сначала была уверена в том, что их просто опросят и все станет ясно настолько, что дело можно будет закрыть. По крайней мере, она считала, что они в чем-то виноваты и что-то знают, но скрывают и не хотят об этом говорить. На телефонной звонке Алексей не отвечает. По некоторым данным, он находится за пределами страны. Татьяна Сидорова, к сожалению, не единственная пропавшая туристка в Крымских горах. 12 июля 2017 года в том же районе, где пропала Татьяна, были обнаружены человеческие останки. Как и оказалось, они принадлежали 19-летнему студенту из Воронежа Стасу Тищенко. Он исчез на скале Кушкая 6 августа 2013 года, то есть спустя два месяца после Татьяны. На личные вещи, фотоаппарат и телефон Станислава Тищенко наткнулся турист на горе Кушкая 12 июля 2017 года. Неподалеку от вещей обнаружили останки. Воронежский студент отдыхал со знакомыми на базе Таврида в рочище Бительман и оттуда ушел один в гору Кушкая. Знакомые, которых Стас звал с собой идти, с ним не согласились. С того дня парня никто не видел. После исчезновения были организованы поиски. Волонтеры и силовики обследовали предгоре гор Кушкая, Самнолих Бурун, Кокия-Кая, Молтаж-Бурун, Расщелина-Казан-Дере. В Крым приезжали волонтеры из Старого Оскола, где живут родители парня. Папа Станислава Тищенко, когда информационная волна утихла, вел поиски сына в Крыму самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok